Категория риска. К ней огнеборцы относят одинокопроживающих пожилых граждан и детей. К ним в ходе профилактической операции повышенное внимание. Накануне представители Госпошнадзора и Центра социальной помощи населению побывали в семьях, которые состоят на учете в центре Елена. Регулярно несовершеннолетним разъясняются правила противопожарной безопасности, действий в случае возникновения пожара. Постоянно повторяем номера телефонов экстренных служб реагирования. Зачастую детки помнят традиционно 0,1. Редко когда родители обращают внимание, что звоним мы 101, либо 112. В рамках операции «Жилье» инспектор Госпошнадзора проверяет знания ребят о противопожарной безопасности и напоминает правила поведения в случае возникновения возгорания. Знаешь все правила пожарной безопасности, вот этот буклет еще раз прочитай. И самое главное, если вдруг произойдет какая-то неприятная ситуация, не прятаться, пытаться привлечь к себе внимание взрослых. Не играть с огнем, не пользоваться неисправными электроприборами. В случае, если заметили, что бытовая техника работает не как обычно, обязательно сообщить взрослым. Соблюдение этих простых правил защищает от угрозы возникновения пожара, отмечают участники рейда и ребята, с которыми были проведены беседы. Не дай бог случится пожар. Если пожарные не предупредят об этих правилах, то тогда люди не будут знать, что делать, и могут погибнуть или получить ожоги. Всего в ходе этого рейда в рамках профилактической операции «Жилье» представители Пожнадзора и Центра Иллена побывали в 28 семьях, состоящих на учете в учреждении социального обслуживания населения. Никто не отказался общаться с представителями надзорных органов. Понимание того, что знать правила пожарной безопасности лучше, чем оказаться в чрезвычайной ситуации, есть и у детей, и у взрослых. Если каждый день повторять, объяснять, рассказывать, читать, давать желательно, то отложиться обязательно. С пониманием относятся к рейдовым мероприятиям, вот именно такого типа. Все не хотят оказаться в чрезвычайной ситуации какую-либо. Все опасаются за свою жизнь и жизнь своих несовершеннолетних детей. Жалобы были по местам общего пользования жилого дома. Опять же, эти жалобы будут доведены до сведений обслуживающей организации, то есть будут приняты соответствующие меры необходимые. Профилактическая операция «Жилье» продлится до 7 ноября. До этой даты инспекторами Госпошнадзора и смежными ведомствами будет осмотрен не один десяток жилых домов 4-5 степени огнестойкости, проинструктированы их жильцы и выданы несколько сотен памяток. Ведь в предупреждении пожаров особая роль отводится профилактической и разъяснительной работе. Екатерина Склюева, Илья Квасов, Новости Губкинского.